Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион» и я, Кристина Рабина. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня выпуски. Праздник краевого значения. Сегодня Краснодарский край отмечает 80 лет со дня основания. История, факты, имена, прославившие Кубани. Как и старые бумаги, вырастают новые деревья. Витязевские школьники тоннами сдают макулатуру, а на вырученные деньги покупают саженцы. От выращивания до переработки анапские виноградари возрождают былую славу района, как одного из самых благодатных на Кубани. Сегодня, 13 сентября, исполнилось 80 лет со дня образования Краснодарского края. Основная праздничная программа, посвященная знаменательному событию, намечена на 16 сентября. А в эти дни во всех муниципалитетах региона проходят тематические мероприятия. Юбилей у родного края посвятил экскурсию для школьников Народный музей станицы Анапской. О славном подвиге воинных земляков, чьи имена навечно вписаны в историю родной Кубани, о героях трудовых послевоенных будней, учащимся 21-й школы, рассказал хранитель музея и продолжатель семейной династии анапских краеведов Александр Трущенко. Несмотря на небольшое пространство музейной комнаты, охватить вниманием все представленные экспонаты сразу не представляется возможным. Выставка «Моя страница. Моя семья. Моя история» посвящена 80-летию Краснодарского края. Объединила общей тематикой значительный документальный материал. В этом году нашему музею исполнилось 50 лет, а Краснодарскому краю 80 лет. Готовясь к этим большим датам в истории Народный Кроведческий музей, провел большую работу по сбору материалов. Хотя, конечно, мы понимаем, что за 50 лет здесь скопилось очень много материала, но история – это такая вещь, в которой практически каждый день можно найти что-то новое. В этом Народном музее школьники – частые гости. Тем не менее, каждый урок – это открытие новых фактов из богатой истории своей малой родины. В этом музее наш класс – частые гости, посетители. Не раз мы уже сюда ходили с классом, и я узнал много нового для себя. Класс мой узнал. Много новых фамилий, знаменитых людей, которые стояли за нашу родину. Здесь искореженные и оплавленные огнем Великой Отечественной войны снаряды, каски, фотографии хлеборобов-колхозников соседствуют с фото героя чеченской военной компании конца 90-х годов Виктора Амелькова. Письма, книги, газетные вырезки разных лет связывают невидимыми нитями несколько поколений. Приятно, что здесь в экспозиции есть и исторические люди, которые оставили след в истории станицы и с нашей школы. Например, вот здесь вот выпускник нашей школы, герой России Виктор Амельков, который погиб в первый день в Чечне в 1984 году, 31 декабря. И наша школьная пионерская дружина носит его имя. Своими глазами увидеть свидетельство эпохи, которая уходит от нас все дальше, это, по мнению школьников, вызывает чувство сопричастности к великой истории народа Кубани, чувство безмерной гордости. Юбилей края – повод вновь обратиться к истории кубанской земли, к ее основанию и этапах развития. Кандидат исторических наук Андрей Новичихин рассказал нашему корреспонденту, как и с какой целью был создан новый регион в составе РСФСР. Кроме того, в эти же дни, 225 лет назад, казаки высадились на Тамане. Это событие можно считать предопределяющим всю дальнейшую историю Кубани. За несколько месяцев до этого закончилась русско-турецкая война, по итогам которой Тамань и Кубани вошли в состав России. Поскольку территория эта была малозаселенная, стал вопрос о том, что ее нужно осваивать. И в марте 1792 года представители Черноморского казачьего войска попросили императрицу Екатерину II о возможности дарования им Тамани и пробежья Кубани. Каков главный итог той исторической, назовем так, операции? Во-первых, то, что Кубань традиционно стала казачьим краем. Дело в том, что казачья модель колонизации, которую Екатерина II и Потемкин начали резервы на Кубани при участии Черноморского казачьего войска, она для этой территории, для этого имени оказалась очень действенной. Через два года восточнее начинается формирование Кавказского линейного казачьего войска, который начинает осваивать территорию Верховья в Кубани, вплоть до Центрального Кавказа. В 1861 году оба этих казачьих войска, Черноморская и Кавказская линейная, были объединены и дали основу современного Кубанского казачьего войска. Помимо этого, сегодня исполняется 80 лет с момента образования Краснодарского края. Как это произошло? Насколько я понимаю, там был единый субъект, и его разделили просто пополам. Здесь тоже все не так просто. Дело в том, что эта территория, которую мы сегодня называем Краснодарским краем, в конце 19 века административно состоялась из двух частей. Кубанской области, населенной преимущественно казаками, и Черноморской губернии, с портовыми городами, в частности, Сновороссийском. И интересно то, что Анапа сам город входила в состав Черноморской губернии, а ближайшие станицы входили в состав Кубанской области. Гражданская война все это разрушила, и по итогам Гражданской войны сначала была образована Кубано-Черноморская республика, а затем более глобальное объединение Азово-Черноморский край, включавший территорию современной Ростовской области и Краснодарского края, с административным центром в Ростове-на-Дону. В 1937 году, 13 сентября, исполнительный комитет Советского Союза принял решение о разделении этой территории, этого административного подразделения на два, на Ростовскую область и Краснодарский край. Ну и что показала история, правильным ли в итоге было это решение? Ну, конечно, правильно. Дело в том, что Краснодар на протяжении многих десятилетий был административным центром этого региона, Кубанской области, в первую очередь. Ну и как-то статус этот у нас сохранял, даже, наверное, будучи какой-то административной единицей в составе Азово-Черноморского края. То есть он вернул себе свою, можно даже сказать, столичную такую функцию, и остается центром до сегодняшнего дня. Полная версия интервью с Андреем Новичихиным будет размещена на нашем сайте. Основные праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Краснодарского края, пройдут в субботу. 16 сентября о них подробнее мы расскажем в следующих выпусках новостей. На встречу торжествам она поготовится и к празднованию 74-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков и Дню города. Программу мероприятий сегодня обсудили на оргкомитете в администрации города-курорта. Рабочую встречу всех задействованных в подготовке к празднику служб провела заместитель главы Анапы Людмила Мурашова. Организационных вопросов много. Начиная от оформления города до обсуждения содержания праздничной программы. Традиционно она создается не на один день. Основные мероприятия начнутся 19-го числа и закончатся не 23-го числа. Красочной, хорошей программой, которая будет называться «Анапа. Лучший город на земле». Пройдет она в городском театре. Я думаю, будет хорошо, красиво, торжественно. Будет праздничная программа на театральной площади вечером. Поэтому всех жителей Анапы я приглашаю на театральную площадь 23-го числа. И наша праздничная программа в этот день закончится естественно, традиционно, красивым фейерверком. Анапа – город воинской славы. Красной нитью в программе проходит тема празднования 74-й годовщины освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских захватчиков. И здесь главные действующие лица и продолжатели славных традиций – наша молодежь. Начинается мероприятие с 19-го сентября. И начинаются они достаточно символично. Это захоронение на территории сельского округа Субцегского останков солдат Великой Советской Армии. Останки нашли наш поисковый отряд поисковый отряд Черномор руководителем которого является Андрей Коробков. Они проводили изыскательскую деятельность обнаружили эти тела по отдельным фрагментам установили, что это действительные бойцы доблестной Красной Армии. И на территории сельского округа еще раз повторяю 19-го числа пройдет церемония захоронения. Мы приглашаем всех жителей нашего города. Ни одной патриотикой наполнят активисты праздничные выходные. День города, символизирующий в Анапе закрытия курортного сезона всегда проходит ярко. Творческие площадки развернутся в гортеатре и на театральной площади. Молодежные, креативные и познавательные секции в сквере Гудовича. Это будет Анапа морская тематика. Мы говорим спасибо нашему городу этой замечательной жемчужины под названием Анапа за сезон, который прошел. Он был яркий, он был запоминающимся. Наши молодые люди смогли найти здесь для себя любое занятие. Насыщенный событиями день обещает и Анапский археологический музей. Девиз праздника «Здравствуй, древняя горгипия и вечно юная Анапа». А в программе как уже полюбившиеся нашим гостям и анапчанам тематические экскурсии, увлекательные лекции и мастер-классы, так и новинки. Для детей квесты и путешествия, для взрослых тайны древней и современной Анапы. Еще мы организовали фото-конкурс, который называется «Моя Анапа». И в 17 часов в отделе археологии на набережной будет подведение итогов этого конкурса. С вручением призов можно будет познакомиться с фотографиями, которые повествуют о жизни, истории, природе Анапы и ее людях. С полной программой мероприятий можно ознакомиться на нашем сайте. Мы вернемся к теме юбилея Краснодарского края. Наш регион в первую очередь славен своей благодатной землей. Сельское хозяйство и агропромышленный комплекс являются одним из ведущих отраслей в крае. В Анапе эти направления также динамично развиваются. Семейные винодельни возрождают прежний облик канадских земель, где виноградники на склонах гор – привычная картина. Главная новость уборочной страды в семейной винодельне «Кантина» – лицензия, которая подоспела как раз к уборке винограда и дающая право на производство и реализацию собственной продукции. Пейзажи вокруг семейной винодельни на склонах Гайкадзорского холма напоминают картинки с открыток о путешествиях по Провансу. Здесь также ароматно пахнет терпким виноградом вдоль ряда уходящих к горизонту с домиками соседних виноделин. Уборка винограда в «Кантине» идет выборочно. Строго следят за состоянием сахару в ягодах. Все как всегда, но эта уборка все равно уже особенная. Алексей Михайлович Скляров с гордостью рассказывает. Урожай семнадцатого года удался. Уже в этом году мы выходим на наши, на то, что планировали, порядка пятидесяти тонн. Вот. И в свете того, что у нас уже есть лицензия, очень рассчитываю на то, что оставшиеся барьеры, мы на энтузиазме, на воодушевлении от того обстоятельства, что и урожай удался, и лицензия у нас есть, преодолеем. И к Новому году начнем поставлять, продавать, поить людей настоящим, качественным, отечественным, аннапским вином. В дегустационном зале всегда готовы встретить гостей. Среди редких и исключительных сортов вин только эта винодельня, знаменитая Птивердо. Награды всероссийских и международных конкурсов свидетельствуют о качестве производимой здесь продукции. На подворье приезжают на несколько дней целыми семьями отдохнуть в прохладе экологичных домиков, стены которых изготовлены по уникальной технологии из прессованной соломы. Искупаться в бассейне и подышать вольным воздухом в беседках, откуда открывается шикарный вид на окрестности и пообщаться с хозяином тоже очень интересно. Ворота винодельни всегда на распашку, хотя в ближайшие дни виноделы повезут свою продукцию на краевую сельскохозяйственную выставку представлять анапский терруар. И к другим темам. В Анапе продолжается прививочная кампания против гриппа. Поставить заслон вирусу необходимо успеть до середины ноября предполагаемого роста заболеваемости. На сегодняшний день в Анапе защиту от гриппа уже получили более 17 тысяч человек. Самыми первыми привились медицинские работники. Сейчас вакцинацию активно проходят сотрудники школ, детских садов, социальных организаций и администрации. На прививку от гриппа приглашаются все жители города. Процедура совершенно бесплатная. Для удобства, чтобы коллектив не отрывался от производства, медики готовы выезжать на предприятие. Всего в Анапе планируется привить около 50% населения. По словам медиков, этого достаточно, чтобы не допустить распространения вируса и избежать эпидемии. Для проведения вакцинации можно бы обратиться в городскую поликлинику на Крепостной 85, в филиал поликлиники на Ленина 131 и в кабинет врача общей практики на Чехово 4К. Вакцина абсолютно бесплатная. Показания и противопоказания для вакцинации определяются врачом-терапевтом на приеме. Дети на страже экологии. Участники детской общественной организации РВИТО на базе школы номер 3 села Витязева организовали очередной сбор макулатуры. И это далеко не единственная акция, направленная на сохранение природы. Волонтеры высаживают деревья и цветы, регулярно проводят уборку территорий, ухаживают за памятниками и чистят пляжи. Организация РВИТО основывалась с маленького кружка в эколого-биологическом центре «Маленький принц». Сейчас в ней состоят уже более 800 человек. Ученики школы, выпускники, родители и учителя. Всех их объединяет желание сохранять природу и поддерживать ее чистоту. Потому что сейчас очень много срубают деревьев и почти не осталось лесов. А мы хотим хоть как-то спасти леса. И поэтому сдаем макулатуру, чтобы на эти деньги сажать деревья. Хотим, чтобы нашим детям это, чтобы дети увидели природу, потому что сейчас ее мы видим, но, мне кажется, через лет пять ее уже не будет, если будет продолжаться. С каждым годом становится ее все меньше и меньше. Мы хотим сохранить. Макулатуру здесь собирают регулярно и по всему селу. Школа выделила организации нерабочую душевую. В ней хранят старые газеты, учебники и журналы. В этот раз ребята сдали около тонны макулатуры. Детям все это нравится. Детям, да. Вот я кажется, что детей плохих не бывает. Дети все хорошие. И что им привьешь вот это все хорошее и все это идет. Я хочу, дети очень хорошие. И они идут всегда навстречу. Любая какая бы акция не шла, дети в первых летах. Это наша жизнь, это на будущее наше, это наши дети. Это там надо все сохранять эти леса. Это кислород, в конце концов. На вырученные средства школа приобретает саженцы деревьев и семена. В планах ко дню Черного моря очистить лиман от накопившегося мусора и провести субботник на Витязевских пляжах. По словам руководителя Эрвиты Лидии Чапуровой, такие мероприятия не только помогают улучшить экологию, но и приучают детей беречь природу. В Анапе подвели итоги всероссийских соревнований по автомногоборью 19-го открытого первенства Всероссийского общества автомобилистов «Юный автомобилист». В этом году мероприятие посвящено 85-летию образования службы пропаганды безопасности дорожного движения госавтоинспекции. В соревнованиях приняли участие более 50 юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет. Ребята соревновались по нескольким видам. Классическое скоростное маневрирование, фигурное вождение и проверка знаний правил и основ безопасности дорожного движения. Организаторы отмечают, с каждым годом растет не только количество участников, но и уровень подготовки ребят. А это и есть главная цель соревнований. Привлечение детей к автоспорту для них это очень интересно. Они с удовольствием идут в детские и юношеские автомобильные секции, потому что это связано прежде всего с транспортом. А любой мальчишка и даже девчата сейчас, они еще с детства мечтают управлять транспортным средством. А наша задача уже этих водителей сделать дисциплинированными и соблюдающими правила дорожного движения. Вручение наград проходило на торжественной церемонии закрытия. Анапская команда гостеприимно уступила пьедестал почета соперникам. В этом году анапчане заняли только 11 место. Зато отличился Татарстан. Две команды из Казани заняли первое и третье места. На втором автомобилисты из Челябинска. В личном зачете казанцы поделили первое и второе места. Награду за третье место увезет Челябинец. Мы все лето упорно трудились и показали результат на чистоту. Мы могли быстрее, но рисковать тоже нельзя. Но, как признаются сами участники, на этих соревнованиях главная не победа, а опыт, который, несомненно, пригодится в жизни. Кроме того, ребята нашли здесь новых друзей и получили массу впечатлений. Чего только стоит церемония закрытия. Организаторы постарались сделать ее яркой и зрелищной. На сцене выступали творческие коллективы. По-настоящему разогрели атмосферу артисты светового и файер-шоу. В следующем году пройдут юбилейные 20-е соревнования. Организаторы обещают, участников будет больше, а программа еще более насыщенной. Анапа вошла в тройку самых доступных направлений для туризма в октябре. Аналитическая служба Ассоциации туроператоров России подготовила рейтинг пляжных туров с вылетом из Москвы в период так называемого бархатного сезона. На первом месте оказался Сочи. Там семидневный отдых на двоих обойдется в 20 600 рублей, включая перелет. На втором месте Анапа. Здесь отдых в октябре будет стоить чуть больше 23 тысяч рублей за двоих. И закрывают тройку самых недорогих курортов Греция. Семь дней на острове Крит обойдутся в 23 219 рублей. Однако не стоит забывать, что отпуск в другой стране всегда непредсказуем и могут возникнуть непредвиденные траты. Поэтому, если вы ищете самый бюджетный вариант, то лучше отдать предпочтение отечественным курортам. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды фирменная сеть магазинов Тавровские мясные лавки. В Тавровских мясных лавках сосиски Ганноверский Экстра 209.90 Любительская Тавровская 229 рублей Колбаса вареная ветчинная 219 рублей Тавровские мясные лавки в Анапе Парковая 93А Крымская 98 Амелькова 28 И Астраханская 75А По прогнозам синоптиков 14 сентября в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем 25-27 градусов выше нуля. Ночью до 23 градусов тепла. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 24 градуса. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» медицинский центр «Ана-Па-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3,5 тысяч рублей в год. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин